Прошедший военную школу, пусть еще в младшем таком возрасте, он готов был даже к подвигам, вступая в некоторые противоречия, в конфликты. Восемь дней держали оборону. Уважаемые любители искусства, русский музей подготовил выставку, посвященную творчеству Василия Васильевича Верещагина. Это знаменательное событие в нашей культурной жизни. Кроме того, учитывая, что наша страна постоянно участвует в каких-то военных конфликтах и в громадных гигантских страшных войнах, то наследие Василия Васильевича просто даже всегда будет актуальным. В качестве такого эпиграфа можно было произнести эпиграмму. Ее приписывают Пушкину, но это не факт. А именно, в России все пропахло военным ремеслом, и даже ангел делает на караул крестом. Имеется в виду ангел скульптора Орловского на колонии Александра на Дворцовой площади. Так получилось, что и мальчика Василия Верещагина готовили в морские кадеты. Он должен был быть военным. Но по окончании вот этого кадетского училища, он все-таки, имея задатки к художественному творчеству, стал пробовать себя на небе изобразительного искусства. Ему удалось поступить в академию, но он готовился в академию художеств. У него были хорошие учителя, и так получилось, что первые же годы учебы показали, что выбор был не случайным. Но уже в эти годы, 60-е, в академию приходили люди взрослые. Их называют обычно разночинцами, потому что и по возрасту, и по статусу они были самыми разными. И уже той системой подготовки художников, которая складывалась раньше, когда был набор только мальчиков, теперь уже это все ушло в прошлое. Поэтому молодые люди иногда, вступая в некоторые противоречия, в конфликты с тем, что говорили преподаватели, старались уехать куда-нибудь. Ну, желательно, конечно, в Париж или в Мюнхен. Наш герой так и поступил. Он был и в Париже, и в Мюнхене. То есть он старался воспринять все то ценное, что уже в европейской школе живописи утвердилось. Но, тем не менее, он все-таки закончил академию, получил диплом об окончании. И попутно с радостью принял предложение генерала Кауфмана, который вел войны по присоединению, ну так деликатно можно сказать, «Среднеазиатский хан к России». И Перещагин чувствовал, что здесь где-то обилие интересных сюжетов. Как человек, в общем-то, прошедший военную школу, пусть еще в младшем таком возрасте, он готов был даже к подвигам, ну, пусть еще романтизм, конечно, который в молодости присутствует у многих людей. Он и согласился, и отправился в Самарканд. Так получилось, что Кауфман должен был идти и дальше покорять Хиву, а в Самарканде остался небольшой гарнизон, ну, просто так, для соблюдения порядка. И местное население, подстрекаемое противниками, каканскими ханами, решило восстать. И так все развивалось стремительно быстро и угрожающе, что оставшийся офицер со стремя ротами солдат решил, что надо спрятаться в цитадели. И Перещагин оказался вместе со всеми как раз вот в этом небольшом пространстве, которое занималось крепостью. Восставшие стремительно разрушили ворота Мухарские, потом Самаркандские, которые ввели в крепость, и нужно было отчаянно как-то сопротивляться, чтобы продержаться, пока Кауфман не вернется с войсками снова в Самарканд. И вот здесь личное геройство проявил и наш с вами замечательный художник. Он размачивал, конечно, не кистью в это время, а взял в руки оружие, и одним из первых побежал на врага, тем самым как бы вдохновив небольшую горстку солдат, и они воспрепятствовали тому, чтобы вот эти толпы восставших провались в крепость. Восемь дней держали оборону, ну, по мере этих восьми дней пыл у восставших уже угасал, и когда Кауфман пришел, то он был благодарен тем оставшимся в живых, что они не сдали крепость. А лично даже поблагодарил и Величагина, и представил его к награде. Величагин гордился этой наградой. Это была, ну, четвертой степени Георгиевский крест. Вот такая награда. Остальные награды, которые иногда как-то так вроде бы предлагались, он отвергал, и даже звание профессора академического тоже не принял. Полагают, что художник должен быть свободным от всяких таких соблазнов. Вот первая серия и будет, самая такой большой, называться Туркестанская серия. Выполнительный будет, конечно, не в Средней Азии, не в Туркестане, не в Самарканде. Он поедет с этими задумками, с подготовительным материалом в Мюнхен, и будет два года делать эту интересную серию. Вот перед нами картина такая панорамная, впечатляющая, нападает врасплох. Она сейчас находится в Государственной Третьяковской галерее. Выполнена в 1971 году в Мюнхене. Почему в Мюнхене? Ну, тут, наверное, следующее. Все-таки он видел войну глазами уже не романтика, а прозаика, даже документалиста. Поэтому работать в России, наверное, было бы сложно. Он же не мог утаить свои замыслы, поэтому обязательно пресса бы интересовалась. Интересовались бы творческие круги. А в Мюнхене он как бы был в своеобразной изоляции и мог работать спокойно. Другой холст интересный – это «Смертельно раненый». Получается так, что каждое произведение будет говорить о жестокости войны. Вот то, что когда-то писал совсем еще недавно Франц Крюгер, где у него в основном парады, барабанный бой, какие-то красивые мундиры, здесь уже будет отсутствовать. Тут будет показана суровая такая, настоящая, действительная война. И тяжелораненый и смертельно раненый фактически действительно сейчас он упадет рядом с тем, кто там уже упал под пулями бухарцев. Интересно и другое полотно, в котором говорится о том, что успех переходил иногда от одних к другим. И вот в данном случае небольшая группа русских солдат оборонилась телами убитых лошадей. А чувствуя свое бремосходство, вот эти воины ханские, они кричат «Сдавайся!». А русские кричат им «Убирайтесь к черту!». То есть вот такие диалоги, которые, конечно, потом все равно приводили к оружейной стрельбе. Ну, что интересно, пользуясь случаем, Грищагин изучал оружие, одежды, привычки, военные повадки вот тех, кто сопротивлялся русскому вторжению. Попутно он смотрел на то, как экипированы русские солдаты. Уже проще была воинская одежда, снаряжение было более удобным. Так что здесь разница, то, что писали предыдущие художники-баталисты, и то, что пишет уже Василий Васильевич. Ну, он не ставит себя во главе такой патриотической зрительской аудитории. Он показывает и то, как умело, крадучи, скажем, или там с хитростью воюют представители Средней Азии. Он с уважением относится к их ловкости, к смелости, отваге. Так что здесь и были причины, почему полагали, что Василий Васильевич не патриот. То есть у него нет односторонней оценки войны. Он старается показать с двух сторон все, что происходит, и показать объективно. Вот эти по-пластунски движущиеся воины хотели засада, а там еще гигантская масса воинов разношерстной такой толпы за холмом. Ну, просто даже целый дневник военных действий. Ну, он так и воспринимал это, как широкое повествование. Есть картина, которая называется «Шпион». Ну, это уже будет другая война, и там будет другой обряд воинский и другая дисциплина. Но интересно, что всегда как-то вот маленькая должна быть романтическая интрига, что где-то тут шпион. Один из джигитов, например, помог русским, когда они были закрыты в Самарканде, и он добровольно как раз побежал к Кауфману сообщить, что здесь беда. Но это положительный образ для нашей армии. А в других случаях были либо какие-то непонятные происхождения европейцы, англичане, французы, которые проникали на поля военных действий, и добывали информацию, которая потом отсылалась в штабы европейских армий. Это шпион уже относится к Балканской войне. И тут поменялась, конечно, экипировка. По рассказам Гаршина мы знаем, что вообще экипировка внешне была такая, соответствующая Европе, но качество шинели и качество сапог было ужасным. Питание тоже было ужасным. Поэтому здесь показана действительно только служба рядовых. И все вот это несчастье военных действий, оно временем ложилось на рядовой состав. Развязанная война между Турцией и Россией в 1977-1978 годах, она была, на самом деле, нашими генералами не подготовлена. Очень часто приходилось маршевым порядком двигаться солдатам, истрачивая и одежду, сапоги, и провианты. Поэтому художник очень часто показывает именно такие сюжеты из воинского быта. Вот тот привал, где наши солдаты развели костер и там готовят себе еду среди снежных вершин и каких-то полей. Трудный был путь туда, на Балканы. Снегу выкапывали себе укрытия. Ну, художник понимал, что добраться до характера русского солдата, до его портрета, ему было трудно. Он все-таки был художником больших обобщений, таких-то панорам. Поэтому вот здесь, в этой картине «Застава в снегу», его больше интересует, как цвет ложится на снег, как вот солнце освещает одежды солдат, как вообще тут живет природа скудная. И это даже уже, если бы не война, то можно было бы посчитать, что это просто красивый пейзаж, но населенный какими-то фигурами людей. Другой интересный такой мотив – это на ошибке все спокойно. Это опять 77-78 годы. Вообще это триптих. И так получилось, что, к сожалению, он погиб неизвестно где. То есть, может быть, он в какой-то частной коллекции. Но вот смысл этого триптиха в том, что всегда шли бодрые такие депеши, что все в порядке, на ошибке все спокойно. Наши войска там заняли соответствующие позиции, и все там спокойно. А на самом деле показывает Величагин, как солдат стоит на посту, постепенно замерзает и постепенно даже гибнет. Его, наконец, ветер и мороз бросают уже в снег. Это такая разоблачительная вообще-то сюита. И некоторые зрители считали, что он против войны, он откровенно против войны. И даже западная пресса писала, что это новый Лев Толстой, только в живописи. Мы с вами понимаем, что, конечно, это не так. У Льва Толстого мощные социальные проблемы затронутые, даются сильные характеры, разные причем, и народные, и из рядов аристократии, и из военной верхушки. А здесь же все-таки только в своем разной хронологии военных действий. Но и для европейских художников это было ново. Поэтому так и посчитали, что такой идет очень откровенный детальный репортаж о военных действиях, что ясно, что возрастает протест против того, что художник увидел. Но Верещагин не был просто зрителем, или просто, так знаете, представным каким-то художником, хотя он завербовался с таким условием, что ему будут оплачивать месячный заработок, вот это пособие, в течение двух лет, а он должен написать картины. Но здесь картины настолько честные, настолько серьезные, что, понятно, лечь не может быть о подкупе, что он, дескать, будет писать какие-то праздничные, парадные полотна. И вот такая дорога, весь военный тракт, она вся усеяна брошенными трупами солдат, вороны, тот себе ищет пищу, столбы телеграфные, которые так методично расставлены вдоль дороги, смотрятся уже чуть ли не вехами вот этой катастрофической дороги войны. И следующие полотна подтверждают, что жертв там было немерено. Передатакой под Плевной это просто, будто бы даже оживший кинодокумент. Солдаты лежат в ожидании команды наступления, впереди них чуть-чуть так вместо укрепления просто валежник, сучьи, ветви от спиленных или разбитых деревьев. И вот это монотонно повторяющиеся винтовки, штыки, шинели в перевязках. Это прямо такой удивительный, точный кадр из военных действий. И офицеры, которые стоят за стогом сена, как бы прислушались тоже к тому моменту, когда надо уже будет идти вперед. Ну, художник не изобилует, то цветом, он понимает, что раз война, то тут особых каких-то праздничных красок не может быть. Тем более, что действительно весь быт солдатский был серым. И когда он даже пишет картину после атаки перевязочный пункт подплевный, то здесь если где-то мелькает красный цвет, то это либо от шаровар, где-то там чуть-чуть мелькает кусок либо от каких-то шапок, но чуть-чуть вкрапление красного. А на самом деле вот это серо-синя и белое-белое-белое-белое, белые рубахи, белые бинты, белые перевязки, белые палатки, то есть вот это белый цвет, как все-таки некий спасительный для тех, кто остался жить. И художник не усиливает какими-либо символами все это, он просто настолько добросовестен, что показывает разбросанное оружие, ведь каждый солдат отвечает за свое оружие, но тут все эти винтовки валяются пока без хозяев, потому что ну не до оружия, потом разберутся. И обилие вот этих раненых и между ними фигуры санитарок и фельдшеров показывает, что это ну последняя надежда выйти из войны все-таки целым. Другой холст, он у нас находится в Государственном Русском Музее, хотя есть еще реплики. Это Шибкой Шейнова, Скобелев под Шибкой. Интересно, что Скобелев участвовал и в Бухарских походах при завоевании Средней Азии, так что уже какие-то знакомства и душеприятия между Скобелевым и Берещагиным были, но это не значит, что Василий Васильевич поставил фигуру Скобелева крупно, зримо, торжественно. Нет, он показывает строй оставшихся в живых солдат и мчащийся мимо этого строя великокняжеский эскадрон, а впереди всех все-таки вырвался Скобелев, приветствует победителей. Но это всего лишь маленькая часть холста. Большую часть холста занимают как раз тела убитых, причем лежат они в самых разных позах, там, где смерть застала или мучения последние. Солдаты русские и турецкие, все тут перемешку, закопченные брустверы крепости, сбитые, там где-то пораненные снарядами и пулями деревья и снег. Снег на первом плане и снег в горах. То есть такой даже чуть ли не меропленный холод исходит от картины. Настолько это как-то так получилось удачно по образу. Необычайно сильная картина. Я признаюсь, когда я был мальчишкой, то мой романтический пыл, а мы все как бы хотели всегда воевать, так приугас, когда я видел этот холст в Третьяковской галерее. это побежденные панихида, священнослужитель к адилам просяльный дает сигнал отлетающим душам и огромное поле ну как усеяно этой страшной сжатвой войны. Видны только головы солдат, они все лежат головой к суда, к офицеру, к писарю и к священнослужителю, а ногами туда куда-то и еще ветер гонит дождь, так что все они будут даже не землей покрыты сырой, как обычно, а только вот так вот ветром разнесет их прах по дальнейшим каким-то там степям и пустошам. Страшная картина, но это вот итог войны, так что тут ничего такого серьезного какого-то ухода от правды, нет, это все очень жестоко, крепко и даже назидательно. Ну, конечно, Величагин должен был откликнуться на исторические события, и он с удовольствием написал такую серию, посвященную в Отечественной войне 12-го года. Она очень обширна, эта серия. Мы сейчас только посмотрим такие как бы зловые моменты. Вот когда Наполеон в Родинских высотах, это из серии Пешетона уже в 1797-1900-х годах, то когда уже отходит от реальной войны, он вспоминает Великую Отечественную 12-го года, и вот в нем уже есть опыт, есть умение построить композицию так как-то исторически, так что вот сидит в молчании в суровом таком и в недоумении Наполеон, положив ногу на барабан, а позади него офицеры, генералы, маршалы его, то есть вот такая ситуация как бы взвешивается, это стоит того идти на Бородинское сражение, или все-таки что-то повременить, то есть такая интересная ситуация в подзорные трубы рассматривают наши войска французские маршалы, ну и судя по всему то, что они видят, впечатляет, предупреждает их. Вот такая картина расстрел в Кремле поджигатели. Ну и известно, что будучи сданной врагу, Москва все-таки по своей уже как бы инициативе, москвичи сами же решили не дать врагу здесь долго задержаться, поэтому поджигали дома, и вот здесь показан сейчас расстрел. Ну, такие картины в истории искусства существуют. Мы знаем с вами французского Гоя, у Дуа Даманы есть такая картина, где расстрел. То есть это мы найдем и в современном искусстве. Вся жестокость в том, что вот жертвы они разные. Там есть старик, есть рабочий какой-то парень, такой крестьянин. Вот мужики наши русские. Здесь уже есть толпа или груда тел убитых. Там стоят офицеры французские дают команду. И вот этот жесткий строй солдат, приводящих казнь в исполнение. Вот это такая механистичность войны, без разбора, без каких-либо сантиментов. И конечно можно предположить, что художник такого очень сурового склада собственного характера. Но он был разный. Сейчас мы даже заметим, что у него были очень добрые отношения с другими художниками, и он их защищал. А сейчас пока еще вот эта картина Наполеон распоряжается. Французы захватили крестьян по лесу. И Наполеон спрашивает, с оружием расстрелять? Дает такую команду. Василий Василь давал небанальные названия своим картинам. Скажем, не замай, пусть подойдут, зашли. То есть не совсем традиционно. и тут какой-то даже литературный дар просматривается, потому что назвать картины иногда очень сложно. Вот атака врасплох. Это наши части, которые были где-то спрятаны в лесу, идут на наполеоновские уже остатки войска, которые там рассыпаны без команды. Итак, где проявил себя как-то очень хорошо, серьезно по отношению к искусству Василий Васильевич Величагин. Я бы хотел такой эпизод принести, когда после смерти Третьякова Павла Михайловича нужно было составить совет попечителей, то не все были благородного такого настроя, желающие присутствовать в этом совете. Некоторые чисто делали свою карьеру. Василий Васильевич поддержал тогда Остроухова, Боткину, дочь Третьякова, Валентина Серова, с тем, чтобы кое-кого из этого совета убрать. Это очень важно, потому что мы с вами догадываемся, что если вы были люди, которые не болели за ценность, за такую чистоту эстетическую, за какую-то очень национальную гордость Третьяковской галереи, а просто проталкивали свои какие-то интересы и заставляли бы совет покупать тех художников, которые не достойны быть в Третьяковской галереи, то тут это принципиальная позиция. Он встал на сторону тех, кто как раз проводили линию Павла Михайловича. В другом случае были такие моменты, когда кто-то настойчиво продвигал Куинджи, чтобы картины Куинджи были Третьяковской галереи. Куинджи представлены Третьяковской галереи, но бывает иногда то, что сегодня называется лоббизм, когда проталкивают еще больше картин. И тогда Валентин Серов сказал, о чем вы говорите? Все Куинджи эффекты гаснут, меркнут перед одной картиной Верещагина из индийского цикла. И тут мы с вами можем убедиться, что такая картина, как Тадж-Махал в Агре, она необыкновенно интересная по цвету и по своему какому-то такому еще этнографическому содержанию. Красиво показана архитектура Тадж-Махала. Верещагин старался всюду, где мог фиксировать ту культуру, которая приявлена очень высоко. Это и в Самарканде, и в Бухаре, и в Индии, когда он был, и он посетил дважды. Так что он там был уже очень таким приметным человеком и известно, что он принял сторону индийских сипаев, которые старались освободить свою страну от англичан. Он очень так внимательно усматривается в лица людей и сделал несколько очень красивых портретов индийцев. Так что он широко мыслил не только военной тематикой, он собирал материал о жизни многих людей. И вот Палестина очень опять интересный сюжет и обрядовая ситуация, когда монахи проходят через пещеры внутрь к сокровищнице. Вот такой интересный эпизод это уже из Американо-испанской войны, когда Куба подняла восстание против Испании, хотела самостоятельности, потом вмешались американцы в это все с тем, чтобы подчинить Кубу своим интересам. И вот тут поскольку и в Америке был Василий Васильевич и на Филиппинах, и в Америке, на Кубе, где он только не был, и в Японии, и на Тибете, то есть это необычайно подвижный такой человек. Так вот здесь допрос кубинского шпиона. Но на самом деле опять-таки это неизвестно шпион, не шпион, просто нам показаны американские солдаты, офицеры американские, эта экипировка конечно побогаче, чем у наших солдат. Ну и вот человек, который выдает за шпиона, художник оставляет вопросы, действительно ли это шпион, или просто его куда-то схватили и привели сюда, потому что иногда надо представить так, что вот мы еще и разведчика, лазутчика сдержали и от него выясняем какие-то сведения. Это 1902 год, картина. Вот крупный план с тем, чтобы посмотреть на офицера, которого отвлекли от синих газет. Ему этот так называемый шпион не очень нужен. Беда, если его попустят, то, что называется, в расход. На войне, к сожалению, такое равнодушие в человеческой жизни, встречается часто. Вот будучи в Тибете и пройдя через Киргизию, он написал интересного такого киргизского охотника, сохранив все национальные признаки в одежде, стараясь так как-то максимально по-доброму сказать об этом охотнике. Ну, почему? Потому что в нем все время существовало вот это человеческое понимание жизни других людей. Он как гражданин России, и как художник России, и как даже представитель нашей армии, он понимал, конечно, что нужно изобразить войну в том неприглядном виде, в каком она существует. Но когда уже касалось дела мирных людей, то он старался всегда проникнуть в их мир, настрой, в их какие-то мысли, в их этнографическую какую-то природу особую. То есть он был очень любознательным. И когда кто-то утверждал, что он против войны, что он пацифист, то Величагин говорит, да нет, я просто выполняю то, что мне предназначено. вовсе не сторонник какой-то одной доктрины. Прекрасно понимает, что эти войны, хотя были и такого захватического типа, но нашим же границам тоже все время степняки, какие-то народы угрожали с юга, поэтому он воспринимал это как акции своеобразные, справедливые. Вот афганский воин, он пишет, афганский воин видел, потому что шли такие упорные желания англичан покорить Афганистан и выйти на границу с нами. Англичане боялись, что наши войска выйдут уже к Индии, и вот дескать, тут надо было делить пространство мира, и Брещагин оказался в этом месте, ему как раз тоже было интересно, что это за такие отважные воины афганцы, и вот он написал портрет в рост этого афганца, оборужен, что называется, до зубов, но в своем национальном костюме, гордый, такой отважный, то есть это все здесь показано, или вот лучник, тоже опять интересно, в какой-то степени это как бы действительно графический материал, но тогда эпистрела карта еще многими народами, не прошедшими цивилизационные обнуления, они все были разными, эти люди, вот еще интересна такая ситуация, тут два еврея, потому что наш герой был в Палестине, и видел евреев палестинских, видел бухарских евреев, поэтому ему эта тема тоже интересна, опять-таки своеобразный такой этнографический материал, я говорю больше про то, что это материал, нежели про то, что это типы национальные, так получилось, что редко художник все-таки сосредоточил внимание на лице, его действительно привлекала больше, может, экзотическая сторона, вот перед нами из японских этюдов, очень красивый этюд, но девушка смотрит на цветы, и мы только чуть-чуть прочитываем ее профиль, а все остальное занимает и горшок с цветами очень красивый, ее платье кимоно, и там еще ширма тоже красивая, то есть много отвлекающих моментов от характеристик собственной девушки, но это бывает такое, когда художник старается как можно больше сказать о пространстве культуры, в котором эти люди живут, но вот здесь из индийской поэмы портрет уже более добросовестный, смотрит какой-то интересный человек, мудрый, уставший от жизненного своего пути, но очень такой интересный, своеобразный, и художник мог бы много-много еще нам такое написать, если бы, к сожалению, не оборвалась его жизнь на броненосцы Петропавловск. В 1904 году началась русско-японская война, художник посчитал необходимым быть и там, на этом фронте, и когда оказался на броненосце Петропавловск в команде адмирала Макарова, то вот произошла трагическая гибель и корабля, и состава всего, всей команды и адмирала, нашего художника. Но завершить разговор о нем хотелось бы той картины, которая у всех, конечно, в памяти, к какому поколению бы не относились, потому что это такая уже как бы даже декларация, а не картина. Это апофеоз войны, 1971 год. Она написана была по следам дуркестанских боев, но может быть приложима к любой войне. Это гора из черепов, которые еще какой-то доставляют пищу воронам, степь или пустыня, выжженная пустыня, там, где далеко-далеко крепость, минареты, там далеко какие-то сакли, и вот на этой глинистой, страшно истощенной, измученной земле вот это такой своеобразный памятник погибшим. Независимо от того, кто там пал, бухарцы, каканцы, там, татары, русские, гани, независимо. Это страшный памятник всем воинам. Он и предполагал, что это напоминание всем воителям прошлого, настоящего будущего. Но, к сожалению, живопись остается живописью, а воины все равно продолжают землю сотрясать, уносить человеческие жизни. Если бы действительно Велищагин не погиб, то мы бы имели не только произведения, посвященные воинам, но, конечно, был бы огромный широкий материал, посвященный жизни разу других народов. Здесь можно несколько высокопарно сказать, что он художник-уманист. Для него не было какой-то излюбленной нации, какой-то излюбленной социальной группы. Он воспринимал человечество цельно. И вот этот реквиум, этот страшный памятник, он тоже как бы обращает ему человечество, что может быть надо остановиться, может быть надо прекратить войны, потому что есть другие способы достижения итога в разных спорах, в том числе и в территориальных. Вот такой интересный будет по всем 10 Василий Васильевич на выставке в Русском музее. Спасибо за внимание. за внимание.